Этот пруд был создан в 1980 году для орошения сельскохозяйственных земель. Со временем здесь и рыба появилась. Жила себе горя не знала. Но вот недавно водоем обмелел. Большому чешуйчатому семейству стало буквально нечем дышать в тесной подводной хрущевке. Первое сообщение об обмелении пруда было в октябре. Тогда же состоялся первый отлов рыбы с обмелевших участков для переселения в другие водоемы. 25 октября на место выехал экоохотнадзор. Эксперты постановили, не выявлено нарушений экологического законодательства, которые могли бы привести к гибели рыбы. Данный процесс, имеется в виду обмеление, имеет естественный характер. Тогда же определили причин обмеления несколько. Первое – малое количество осадков, частично за счет которых живет пруд. В этом году выдалась бесснежная зима и сухое лето. Вторую причину озвучил заместитель главы местной администрации. Данный пруд подпитывается сточными водами одного из агропромышленного холдинга. Карачанского района. Эти воды уже провели анализы. Они соответствуют требованиям, насыщены кислородом. В сентябре, получается, предприятие ушло на небольшую модернизацию и закрыло приток данного пруда. Воды стало меньше, рыбе стало меньше кислорода, и рыба пошла у нас против течения. После ноябрьских дождей, наполнившимся ручьем, рыбу сюда снова нанесло. В результате количество плавников на квадратный метр на мелководье балки сухой корень зашкаливает. А это может привести к печальным последствиям. Местные власти приняли решение переселить чешучее семейство на более подходящую жилплощадь. Но добровольно рыба переселяться не стала. Конечно, никто не любит перемены, поэтому приходится вручную ее вылавливать. Паш, я прям почувствовал себя героем одной из этих передач про рыбалку, знаешь, где всю пойманную рыбу целуют, а потом отпускают. Правда, целовать ее, конечно же, не буду. Всю просто не успею охватить. Да и на улице не май месяц, еще губы потрескаются. Куда ее дальше? Отловленную рыбу отвезем мы на свое поселение, развезем по всем прудам, по всем хуторам. Ну, водоемы там нормальные, воду исследовали. Ну, хищные соседи не будут донимать? Ну, естественно, часть пойдет же и хищникам, им же тоже жить за что-то надо. Часть выловленной рыбы переехала в водоем местного ТОСа неподалеку. А это явно лучше лужи под мостом, в которой приходилось ютиться раньше. Теперь у рыбы новый дом. Комфортабельный водоем с солидной квадратурой, где у каждого малька будет свой уголок. Глеб Дудкин, Павел Емельин. Такой день на Мире Белогория.